Всем привет, друзья! С вами Манел Вагор, и сегодня мы поговорим про такие хорошенькие танчики из британской ветки развития тяжелых танков. Это Черчилль 1 и Черчилль 7. В принципе, можно было бы снять видео про каждую эту машину, но в принципе они настолько одинаковые, что, по сути, думаю, в этом нет никакого смысла. О чем этот танк? Танк, по сути, ни о чем. Что 5 уровень, что 6, соответственно, 1 и 7 Черчилль. Ни брони, ни скорости, ни обзора. Ну, по сути, ничего, кроме пушки. Хорошая пушка, ДПМная, с пробитием, с очень хорошенькой даже таки перезарядочкой. Но, о чем этот танк, снова-таки? С одной стороны, хороший, нельзя нам ничего сказать плохого, но с другой стороны, нет. Почему? Попадаешь в топ, ты имба. Ты ездишь, всем раздаешь, всех отстреливаешь, никто тебя не перестреляет, вот типа вот этого боя. Ты просто едешь и всех отстреливаешь. Кто бы это ни был, даже в КВ-2, в принципе, с его перезарядкой, можно от него принимать шот, там, на 300, на 200 хитпоинтов, и за это время, пока он будет кадешиться, его полностью разобрать, и он ничего не сможет сделать. То есть, одноклассников и ниже, ну, когда он попадает в топ, он просто великолепен. Но снова-таки, как только, ну, это довольно-таки редкое явление, когда он в топе, при сегодняшнем рандоме, в основном, он или в средине, или внизу списка. И, ну, тогда он вообще ничего не может сделать. Это хорошо, когда попадает, там, не знаю, на своих собратьев, там, каких-то одноуровневых, или пускай на уровень выше, но каких-то более картонных танков. И как-то, да, за счет своего хорошего ДПМа, там, какую-то тысячу-полторы, можно настрелять, и, судя по тому, как на нем быстро растет статистика, скажем так, ну, как, в плане того, что ВН-8 на нем насколько быстро растет, что, видимо, на нем не такая уже и высокая планка, в общем, за все время. И, значит, что, действительно, на нем по-другому больше и не играется. То есть, танк, лишь бы пройти, лишь бы побыстрее его прокачать и пойти дальше страдать, это как на первом Черчилле были такие мысли, лишь бы его побыстрее прокачать и пройти дальше, что там будет. На седьмом Черчилле такая же проблема, ничего абсолютно не поменялось. Ты берешь танк, выезжаешь в бой, и пока тебя не убили, пытаешься что-то, что-то настрелять. Не знаю, как будет со следующим танком этой ветки, с семерочкой, с Блэк Принцем, но, судя по его характеристикам, как-то перед боем просмотрел его пушку, то же самое, что и здесь. И в Блэк Принц, ну, Черчилле сейчас можно почаще встретить, потому что сейчас начали все качать эту ветку, включительно со мной. Но Блэк Принц, это настолько сейчас редкий танк в рандоме, что капец-капец. Я его действительно очень редко вижу, и судя по тому, сколько я с ним не встречался, он ни разу у меня не создал каких-то проблем. Да даже и пробивал он у меня редко, и не знаю, на чем этом бы только не было. И судя по тому, я не знаю, в принципе, что о них сказать. Это танк, в котором сочетается все, и не я, а не одновременно. Потому что, с одной стороны, он хороший, с другой стороны, он плохой. Притом, плохой настолько, что, ого, сегодняшние условия как-то рандома не подходят для них абсолютно. Потому что, ну, не знаю, их бы сделать льготными танками, тогда да. Это будет очень круто и очень хорошо. Но вот снова-таки, вроде всех перестрелял, но идет захват базы. И все, нету скорости. Я просто не успеваю абсолютно туда доехать. Как-то маякую арти, чтобы она кидала блайндами туда, чтобы хотя бы захват сбила. Но, как-то у нее это не получается. Вроде так точно, но нет. Вот такой вот танчик. Вот такой вот бой. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok